СОБРАНИЕ САЦАНГОВ РОБЕРТА АДАМСА ПРЕДИСЛОВИЕ Нельзя сказать, что Роберт был учеником Раманы Махарши в традиционном смысле. Он пробудился в возрасте 14 лет и пять лет спустя поехал в Индию. Но именно у Раманы он окончательно понял природу своего пробуждения. Роберт был самым необычным человеком из всех, кого я встречал. Он был не от мира сего, он не оставлял впечатлений, он был неизвестным и непознаваемым. Он избегал общественного внимания, поэтому был малоизвестен при жизни. У него было много учеников. Он сказал, что хотел десятерых, кто бы учил после него. Из-за того, что он был болен и не мог работать, его избегание общественного признания оставило его в относительной бедности. Он говорил, что ему нет никакого дела до этого. Если бы не его жена и дочери, он бы ничего не делал. Бывал он сидел долгие часы подряд, глядя из окна на горную вершину в Сидоне, с неподвижными глазами, не моргая. Он всегда находился, как он мне сказал, в Сахаджа Самадхи. Большинство вокруг него едва ли были осведомлены о его состоянии бытия, Турии, четвертом состоянии вечного покоя в истинном Я, где ничего не существовало в качестве объектов отдельно от него. Бесконечный мир не существовал. Другие не существовали для него, как нечто отдельное, объективное. Было только истинное Я. Он учил только двум путям к пробуждению от сна. Через исследование нереальности, где чувство Я, чувство существования, бытия живым, отслеживалось внутри через ложное Я, привязанное к телу и человеческому существованию, к великому, абсолютно недвижимому, истинному Я. Во всех его беседах уделялось внимание этим двум вопросам. Мир нереален, поэтому оставьте его в покое. Ваше истинное Я не имеет никакого отношения к телу и человечеству. И переживание коренного Я достигается с помощью самоисследования или полного предания Гуру. Когда вы читаете беседы с Робертом, лучше всего делать это медленно, позволяя словам проникнуть в вас и просочиться до самых глубоких уровней вашего бытия. Не спешите. Приближайтесь к тишине тихо. Истинное Я тонкое, поэтому и вы должны стать тонкими, спокойными, наблюдая так, чтобы это смогло перенести, полностью перенести вас на другой берег жизни и смерти. У вас обязательно должен быть свой опыт. Транскрипт 1 от 3 августа 1990 года От всего сердца приветствую вас. Это тело не считает, что оно может научить вас чему-то новому. Я буду называть это тело Я, чтобы было короче. Я не могу научить вас ничему новому. Я не философ, я не проповедник, я не знаменитость. У меня просто есть признание. Я исповедуюсь вам, вашей собственной реальностью. Это не учение, это исповедь. Исповедуясь, я говорю со своим истинным Я. Вы и есть моё истинное Я. Вы и есть сад читананда, знание существования и блаженства. Вы не тело или ум. То, чем, как кажется, вы являетесь, не истина. Это может быть фактом, но это не истина. Факт – это что-то, что кажется истинным, но он изменчив. Вы не можете быть тем, кем себя считаете. Так как, когда вы были младенцем, то были совсем другими. Будучи маленьким мальчиком или девочкой, вы тоже были другими. То, каковы вы сейчас, совершенно отличается от того, какими вы были раньше. Следовательно, как вы можете быть телом? Что вы есть? Кто вы есть? Сад читананда? Что это такое? Когда я говорю, это совершенно ничего не значит. Это должно быть вашим собственным переживанием. Не верьте ни единому моему слову. Зачем вам верить мне? Что я знаю? Я просто исповедуюсь вам, что есть только пара-брахман – сознание, блаженство, бытие, осознавание, чистая разумность. И это является моим переживанием. Больше ничего нет. Все остальное – это переживание ума, кажимость, как гипноз. Мир кажется реальным, как и сон. Что такое мир? Это все равно, что вы просыпаетесь и еще помните сон. Во сне вы ходили в разные места, женились, у вас были дети, вы старели. Затем вы просыпаетесь и наполовину помните сон, а наполовину помните мир, в котором вы проснулись. Что из них реально? Мир или сон? Моим переживанием является то, что они одинаковы. Настоящей разницы нет. Вы привязываетесь к этому миру, точно так же вы привязываетесь во сне. Это как если бы вам снялся сон, что вы падаете с горы, а я падаю рядом с вами. Я сказал бы вам, не беспокойтесь, с вами ничего не произойдет, вы видите сон. Вы бы мне не поверили. Вы бы были преисполнены страхом и сказали, ты что не видишь, мы падаем. Ты что не видишь, что происходит? Как ты можешь мне рассказывать, что я вижу сон? Точно так же вы привязываетесь к болезням, здоровью, хорошему, плохому, счастью, несчастью. Всем этим концепциям. Вы привязались к человеку, месту, предмету. Вы забыли, что это сон. Вы считаете это реальным. И потому что вы считаете это реальным, вы и страдаете соответственно. Когда вы покинете свое тело, вам придется возвращаться снова и снова и снова, всю эту часть сна, до тех пор, пока вы не будете непривязанными. Как это сделать? Просто наблюдая, что происходит вокруг, не связывая себя с этим. Оставаясь пробужденным к своей реальности. Понимая о себе, что вы не делатели. Все, что вы делаете, предопределено. Это будет сделано. Вы должны умственно отпустить все обусловленности, все объективное. Обязательно нужно успокоить свой ум. Делайте ум безмятежным, как неподвижное озеро. Тогда реальность приходит сама по себе. Счастье приходит само по себе. Покой приходит сам по себе. Любовь приходит сама по себе. Свобода приходит сама по себе. Эти слова синонимы. Все это случается без ваших размышлений об этом. Но сначала вы должны избавиться от представления, что я есть тело, или ум, или делатель. И тогда все произойдет само по себе. Будь спокоен и знай, что я есть Бог. Жила одна девушка, которая родилась в борделе. Напротив, на этой улице, на рынке, жил проповедник, святой человек. Он восхвалил добродетели Бога и рассказывал о борделе, что он был наполнен грешниками и что люди должны покаяться. Девушке, выросшей в борделе, было 23 года. Она часто смотрела из окна и плакала наедине с собой, говоря, «Как бы я хотела, чтобы я была, как тот святой человек. Как бы я хотела быть духовной». Она представляла себя святым человеком и продолжала делать свое дело. И вот они оба составились и умерли. Они попадают к святому Петру в рае. Святой Петр сказал человеку, «Ты не можешь пройти. Ты должен отправиться в ад». Девушке он сказал, «Ты можешь проходить». Святой человек был огорошен и спросил, «Почему? Все эти годы я восхвалял твою доброту и добродетели. Я говорил людям, чтобы они покаялись. Как ты можешь разрешить ей пройти, она была проституткой и оставить меня за забором». Святой Петр сказал, «Ты был лицемером. Ты был уважаемым человеком, много рассказывал, но ничего не говорил по-настоящему. В своем сердце ты думал, что все являются грешниками, кроме тебя. В то время как девушка в своем воображении, в своих чувствах, всегда думала о Боге. Поэтому она может пройти, а ты нет». Суть такова. Дело не в том, что ты говоришь, не в том, что ты заявляешь, а в том, что находится глубоко-глубоко в твоем сердце. Именно это определяет то, что будет происходить с тобой. Не чтение книг, не обучение, не посещение занятий. А сидеть с самим собой, успокаиваться, отправляться все глубже и глубже вовнутрь себя. Выходить за пределы своего ума, тела, до тех пор, пока что-то не произойдет. Когда к вам приходят мысли, просто спросите себя, к кому приходят эти мысли? Откуда приходят эти мысли? Отслеживайте мысли до их источника. Обнаружьте источник ваших мыслей. Вы обнаружите, что источником мыслей является я. Отследите я нить до ее источника, задавая вопрос, кто я или где источник я? Откуда появилось это я? Вы осознаете, что местоимение я это самое первое слово, которое было произнесено. Все остальное привязывается к я. Все остальные слова, все остальные мысли, чувства, эмоции. Все они привязываются к я. Если я растворяется, это же происходит со всем остальным, и вы становитесь свободны. Обнаружьте, для кого существует я, и вы откроете кое-что удивительное. Вы откроете, что я никогда не существовала. Никогда не было я. Вы обнаружите, что вы никогда не существовали. нет такого, как вы. Вы обнаружите, что вы есть нетленное, истинное я. Что вы никогда не были рождены и никогда не умрете. Что нет других. Нет мира. Нет вселенной. Нет Бога. Есть только истинное я. Все это есть истинное я. Все, что вы созерцаете, есть истинное я. И я-есмь является этим. Это даст вам чувство свободы, блаженства, счастья. Вы не потеряете свое сознание. Когда я говорю об этом, люди считают, что они станут абсолютно уничтоженными, и ничего больше не останется. Они растворятся в огромном океане нирваны. И это не обязательно так. Вы всегда будете осознаванием. Вы всегда будете чистой разумностью, потому что это ваша истинная природа. Вы всегда будете в блаженстве. Кроме того, вы поймете, что не являетесь тем, чем кажетесь. Все равно будет казаться, что ваше тело чем-то занимается, совершая свои движения. Вы будете выглядеть обыкновенным человеком, но будете знать. Вы поднялись над грубым миром в райский мир чистого сознания. И вы будете в покое. Есть вопросы по этому поводу? Пожалуйста, говорите все, что пожелаете. Привет, Роберт. Я размышлял о практике мировых учений в ежедневной жизни. Я обдумывал это недавнее дело о проблеме двух христианских ученых из Бостона, чей ребенок умер. Я не уверен, знаете ли вы об этом. Это было недавно в новостях. Конечно, было очень много похожего между учением и христианской наукой. Конечно же, родители считали, что болезнь была ошибкой, и они хотели проецировать только здоровье, только божественное здоровье, божественную реальность, которая является всем, что существует, согласно и учению, и христианской науке, и этому учению, и так далее. Они отказались признать, что ребенок был болен. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы хотите, чтобы мы поверили, что вы проецируете другую реальность, истинную реальность, или нет? Это не имеет никакого отношения к системе верований. Вы должны понять, что происходит и где вы. Если вы больны, то идете к врачу. Если вы голодны, то идите. Если вы обгорели на солнце, то уходите с солнца. это неверование. Поэтому я говорю вам ни во что не верить. Не верьте в то, что я говорю. Ни во что не верьте. К сожалению, христианская наука верит, что не следует ходить к докторам, даже если человек болен. У них присутствует система убеждений. Но дело не в системе верований. У вас должно присутствовать сознание истины. Поэтому есть некоторые христианские ученые, которые не ходят к докторам, и это работает. Но большая часть из них, которые не ходят к докторам, умирает, потому что они недостаточно высоко развиты. Невозможно просто принять эту систему и умственно сказать «Есть так, как есть». Вы должны стать живым воплощением учения. Тогда оно работает. Иначе говоря, так не может быть, что вы присоединились к церкви христианской науки и больше никогда не будете ходить к доктору. Вы должны работать над собой. Вы должны делать что-то определенное внутри вашего сознания до тех пор, не поднимете себя выше обыкновенного человеческого заблуждения из-за его предела. Тогда что-то начинает происходить. Но конечно я говорю вам выйти за пределы болезни и здоровья, бедности и богатства, добра и зла. Мы не пытаемся обменять плохое на хорошее. И то и другое являются двумя сторонами одной монеты. Мы пытаемся сойти с колеса, чтобы стать совершенно свободным от человеческого добра и человеческого зла. Это совершенно другое измерение. Если вы поменяете зло на добро, вам придется поменять добро на зло. Потому что мы живем в мире двойственности. На каждое добро есть зло. На каждое зло есть добро. Для каждого подъема существует спад. Для каждого давления определенной силы в одну сторону есть давление в противоположную сторону равной силы. Как при полете реактивных самолетов. Без давления самолет не может летать. Без сопротивления. Это мир, в котором мы живем. я говорю о том, чтобы выйти за пределы мира, за пределы ограничений этого мира. Стать чистым блаженством, чистым сознанием при воплощении в теле. Это совершенно другое. три недели назад вы кое-что сказали. Я бы хотел, чтобы вы более детально об этом поговорили. Я думаю, что это очень красиво. Вы сказали, единственный выбор, который у вас есть, пребывать или не пребывать в истинном я. Я говорил о том, что все, что происходит с вами в этой жизни, предопределено. Вы не так свободны, как думаете. Каждый волос на вашей голове подсчитан. Каждое движение, которое вы делаете, когда я двигаю своим пальцем вот так, двигаю пальцем, это было предопределено. Что является источником этого? Почему тогда это началось? Это никогда не начиналось. Это гипнотизм. Кто это предопределил? Никто. Не вы никто? Нет. Ничто с большой буквы? Нет, это гипнотизм. Я всегда использую пример, что небо голубое. В действительности нет ни неба, ни голубизны. Если вы полетите вверх, там есть только пространство. Но мы видим небо голубым. Когда вы в пустыне, вы можете увидеть оптическую иллюзию, увидеть воду и погнаться за ней. Это мираж. Это не существует. Точно так же и тут. Вы говорите, что это ум должен поверить, что у него есть источник. Он отражает это само на себя? Когда ум уходит, все эти концепции уходят с ним. О чем я говорил, что единственная свобода, которой есть ума, и это имеет отношение к уму, развернуться вовнутрь и обнаружить источник. Да, вы должны использовать свой ум, чтобы разрушить ваш ум. Ум это только совокупность концепций. Это все, чем является ум. Совокупность мыслей о прошлом и будущем. Если вы поймете, что все предопределено, вам не о чем будет беспокоиться. Точно так же в случае, когда люди говорят «черт с ним, это предопределено?» Нет, это не хорошо. Я рад, что вы подняли эту тему. Вы должны действовать так, словно ничего не предопределено. Хотя предопределено. Да, хотя это так. Почему так? это связано с тем, что для людей это будет лицензией делать все, что им нравится. Обыкновенному человеку не стоит слышать ничего в таком роде, поскольку такие люди пойдут и начнут делать разные странные вещи. Так что мы говорим, что жизнь предопределена, но это не значит, что нужно сесть и сказать, это все равно случится. Действуйте, как будто это не так. Действуйте, будто бы вы свободны, но осознавайте, что это предопределено и что все само о себе заботится. Потому что в конце концов вы это смотрящий? Да, ваша истинная природа это свобода. Но ведь у нас есть все эти останавливающие моменты на пути. Стоит ли оно того? Это ум. Все это исходит из ума. Все творение существует в уме. Ваша вселенная, которую вы видите и чувствуете, распространяется из вашего ума. Вы создаете собственную вселенную каждый день. То, как вы видите вещи своими глазами и органами чувств, это продолжение вашего ума. Когда вы втягиваете свой ум и успокаиваете его в вашем сердце, то оказываетесь в совершенно другой вселенной. Для этого вам не нужна мантра? Нет, только осознавание. И это процесс пробуждения. Когда вы медитируете, так много всего о медитации, созерцании, сосредоточении и так далее, что в последнее время я начну, я пойду, я примусь за эту мантру, затем я перейду к той мантре, затем я буду думать только такие мысли. Сейчас у меня разные мантры, это очень сбивает с толку. Еще есть эта идея о пустоте. Мы не обязательно хотим именно пустоту, или это не просто пустота, нет такого, как пустота. Все равно есть осознавание. Есть чистая разумность, абсолютная реальность, но это неописуемо, вы не можете это объяснить, вам нужно пережить это самим. То, что мы называем в буддизме пустотой, это чистое осознавание. Это не совсем пустота. Это называется пустотой по той причине, что это лежит за пределами мира. Это вне всего того, о чем вы знаете. И это пустота, если говорить об этом. Но это действительно чистое осознавание. Тогда в медитации, если у тебя нет переживания, это ничего не значит? Абсолютно ничего. Это не важно. Переживание это не реальность. Я говорю это потому, что хочу подтверждение ощущений, которые у меня уже были. Вы уже подтвердили многие мысли. Все формы медитации, афирмации, йога, дыхательные упражнения, все это для того, чтобы заставить ум остановиться, чтобы успокоить ум, заставить его замолчать. Но это о том, чтобы идти тяжелым путем. Самый быстрый путь, чтобы это сделать, это задать вопрос, кому приходят эти мысли. Как я уже упоминал ранее, вы должны использовать свой ум, чтобы его уничтожить. Задавайте вопрос, кому приходят эти мысли, но не отвечайте на него. И все само собой образуется. За счет не отвечания? Не отвечайте. Это связано с тем, что если вы отвечаете, это делает ваше эго. Кажется, что у вашего эго есть все правильные ответы, и вы никогда никуда не попадаете. Вы не отвечаете, но к вам приходят ощущения. Эти мысли приходят ко мне. Я ощущаю эти мысли. Следующее вопрошение будет «Откуда появляется это я? или кто я?» и опять не отвечайте. Однажды вы обнаружите, что я ниоткуда не появляется. Это гипноз. Я нет, никогда не был я. Есть только я есть, свобода, блаженство, сознание, присутствие. вы осознаете все как себя. Есть только одно, и даже одно не существует. Нет слов для описания. Есть истинное я. Это единственное слово, которое можно использовать. Все есть истинное я, и вы являетесь этим. То есть обнаружить истинное я. Когда вы используете слова, это все портит. Это вне слов, это вне мыслей, это приходит к вам. Точно так же, как когда вы просыпаетесь, словно вы спали все эти годы, а затем вдруг вы проснулись и знаете. Как в истории о Будде. Он сидел под деревом Бодхи 30 дней и решил, что будет сидеть там, пока не умрет или пока не пробудится. Все его ученики сидели вокруг него, наблюдая. Примерно на 30-й день он открыл глаза, сиял и улыбался. Ученики спросили его, вы стали самореализованным? Нет. «Ну так что случилось?» И он просто ответил «Я проснулся». Поэтому все эти слова «самореализация», «просветление», «осознавание» — это просто слова. Вы просто просыпаетесь ото сна. Прямо сейчас вы чувствуете свое тело. вы ощущаете свои эмоции. Вы чувствуете боль. Вы чувствуете обиду, душевную боль. Вы ощущаете все, что происходит в мире. Вы смотрите телевизор, смотрите новости, расстраиваетесь, все эти ужасные подлые вещи, которые происходят в мире. Но когда вы пробуждаетесь, все эти ощущения уходят. вы осознаете иллюзию, мечту и перестаете быть этим. По-разному ли вы относитесь к мирским вещам, которые раньше интересовали вас? Они больше вас не интересуют? Так может быть в какой-то мере. С другой стороны, вы можете продолжать заниматься тем же, только больше уже не будете к нему привязанными. Например, у вас есть хорошая работа. Будь вы президентом банка или мусорщиком, нет никакой разницы. Вы будете выполнять обязанности, которые должны выполнять, лучше, чем делали это раньше. Вы больше не будете смотреть на время. Вы больше не будете думать, что вы делаете. Вы просто будете делать то, что должно быть сделано. Будете делать все то, что должно делать ваше тело. Ваше тело подлежит закону кармы, и все, что вы должны сделать, вы сделаете. Но у вас не будет привязанностей. У вас будет сострадание, у вас будет любовь, у вас будет отзывчивость, чуткость, предупредительность, уважение и милосердие. Но не будет привязанности. «Происходит ли это вот так?» – делает щелчок пальцами. «Да». «То есть нам здесь нечего делать?» «Нет. Кажется, что есть». «Да, я так и думаю. У меня такое чувство, что теперь я больше знаю, что я ничего не знаю. Как бы мне это сказать?» «Процесс – это видимость. Могли бы вы сказать, что это необходимое предварительное состояние?» «Нет». «То есть кто-нибудь, кто работает на мойке машин здесь неподалеку, может неожиданно…» – щелкает пальцами. «Да. И такие люди даже не занимались никакой гимнастикой, через которую мы проходили. Некоторые люди называют это милостью Бога. Но это что-то больше, чем милость. Для этого вы должны были заниматься этим в предыдущей жизни. Вы выполняли свою садхану, духовные упражнения, духовные практики в прошлом воплощении, и теперь вы пробудились». «Это звучит так, что это процесс. Это так выглядит. Это видимость. И в случае с парнем мойки машин, это тоже будет правдой? Если он чем-то занимался в прошлых жизнях, а потом во время мытья машин вдруг пробудился? Да, это все видимость. Вы говорите о мире видимости. В действительности никто никогда ничего не делал. Никто никогда не впадал в заблуждение. Каждый уже свободен. Будьте тождественны с вашей свободой. Отождествляйтесь с конечной реальностью. Не отождествляйтесь с переживаниями, через которые вы проходите телесно. Оставьте их в покое. Позвольте им быть. Делайте то, что вы делаете. Заботьтесь об этом. Но не помещайте в это свой ум. Удерживайте ваш ум на вашей свободе. На абсолютной реальности. И тогда вы увидите, что случится. Каково точное значение того, что Рамана говорит «ум падает в сердце»? Ум покоится в сердце, как сердце? Сердце, о котором он говорит, это абсолютная реальность. Чистая разумность. Ум вышел из сердца и причиняет весь этот вред, заставляя вас верить, что вы от мира сего и привязаны к жизни. Когда вы возвращаетесь, ум возвращается в сердце. В абсолютную реальность, откуда он пришел. Потому что на самом деле ум никогда не существовал. И впредь абсолютная реальность снова сияет во всей своей славе и великолепии. Точно так же, как солнце в тучах. Когда тучи покрывают солнце, человек в неведении говорит, что солнца нет. Он не осознает, что солнце светит всегда. Но в данный момент тучи скрывают его. И когда тучи исчезают, солнце сияет снова. Точно так же и с нами. Кажется, что у нас есть сложности и проблемы. И разная ерунда происходит в наших жизнях. Это все тучи. А ваше истинное «я» пытается светить. Вы не позволяете ему светить. Поэтому представляете, что проблемы реальны. Вы отождествляетесь со злом, негативом. Вы отождествляетесь с сложным обусловливанием. Так вы удерживаете тучи от того, чтобы они рассеялись. Как только вы развернете ваши проблемы к свету, тучи ваших проблем рассеются опять. И ваше сердце или солнце будет сиять снова. И все разрешится. Как это связано с физическим телом? Есть ли какая-то связь? Нет. Разве Рамана не говорил, что это может чувствоваться с правой стороны груди? Да, людям всегда хотелось знать, где находится абсолютная реальность. Поэтому он указывал им место с правой стороны груди, чтобы они сосредотачивались на нем. Другими словами, люди просили у него дать процесс. «Рамана, я должен медитировать. На какой части своего тела?» Поскольку он осознавал, что они ничего не понимали, то говорил, «Ладно, медитируйте на правую часть вашей груди, где находится духовное сердце. Увидьте реальность там. Идите, прыгните в правую часть. Именно там она есть». Он не говорил буквально. Он просто указывал людям место, куда направляться, потому что они не были способны постичь абсолютную реальность. Но чтобы утвердиться в абсолютном сознании или утвердиться в самадхи, как кажется, это основывается на абсолютной вере в то, что ты не являешься человеком, а сознанием. Наоборот, вера не имеет никакого отношения к этому. Доверяй, чтобы получить возможность освободиться в самадхи. Вы знаете? Помните, тот, кто хочет доверять, – это эго. Вы же не хотите заниматься этим. Вы просто хотите пробудиться. И даже этого вы не хотите. Просто будьте истинным «Я». Будьте собой. Спросите себя, кто хочет доверять, кто хочет пробудиться. И вы увидите, что это ваше эго. Это «Я». Я хочу сделать одно. Я хочу сделать другое. Я хочу опыт. Я хочу еще что-то. Все это должно уйти. Когда все это уйдет, солнце будет сиять само по себе. Избавиться от этого можно, задавая вопрос, откуда они приходят? Откуда они приходят? Другими словами, откуда пришла эта идея, что я должен доверять какой-то силе? Это приходит от меня. Я верю в это. Кто этот «Я», который верит в это? Просто наблюдайте ваши мысли. Не пытайтесь исправлять их. Просто наблюдайте их. Затем задайте себе вопрос. Кому приходят эти мысли? Или вы можете просто свидетельствовать ваши мысли, ничего не спрашивая. И процесс пойдет сам. Вы узнаете, что делать. Иногда здесь мы используем кое-что. И это очень хорошо в начале. Медитацию «Я» есть. Вы расслабляете свое тело, делаете вдох и говорите «Я». Делаете выдох и говорите «Есть». «Я» есть. Вы можете это делать, когда просыпаетесь, когда идете, когда моете посуду, когда отдыхаете. Это делает ваш ум однонаправленным. Поэтому он перестает думать. Другими словами, вы используете любой возможный метод, чтобы успокоить ваш ум. Весь секрет в том, чтобы успокоить ум. Удерживать его от думания. Удерживать его от активности. Ваш ум – это связка волн. Вы хотите остановить волны. Вы хотите, чтобы ваш ум стал тихим. И самый быстрый путь сделать это с помощью самоисследования. Или наблюдать за своими мыслями. Видеть свои мысли. Становиться свидетелем своих мыслей. Я очень долго был в одной группе. Вы знакомы с Маурисом Николь? Нет. Он написал психологические комментарии к учению Гурджиева и Успенского. Он говорил о том, чтобы делать самонаблюдение. Я думал, что это слишком умно, слишком много стараний. Они говорили, что я наблюдаю. Я наблюдаю злость. Затем они приводили то, что является противоположным злости. А потом они говорили что-то, что могло быть качеством сознания. Но я чувствовал, что все это было сплошным процедурой, как в любой другой школе или клинике. И я решил, что я больше не могу этим заниматься. Все, что ты думаешь, так и надо. У меня есть вопрос о болезнях. Уместно ли задавать личные вопросы? Конечно. Это я, назовем я, в ноябре 1988 года заболела. Была большая усталость. Пошел к доктору. Это происходило после одного лечения. Они ничего не могут для меня сделать. Он называл это синдром хронической усталости. Кто-то предложил мне сходить к доктору-натуропату. Я думаю, что я чувствовал себя пытающимся заниматься всем этим. И я понял, что пока я стремлюсь к здоровью, у меня всегда будут болезни. Когда это перестает меня заботить, есть ли состояние здоровья или состояние болезни. Это то место, где я хочу быть. Нет учителя, который был бы настолько серьезным. Только ты знаешь, что делать сейчас. И на этом все на этот момент. Какова бы ни была ваша карма, она случится. Не важно, что вы делаете. Поэтому зачем переживать? И все же, мне игнорировать тело? Видите ли, что бы вы ни делали, вы не сможете остановиться. Я знаю, я так и думаю. Я записываю, говорю, почему я позволяю себе. Я наблюдаю себя, смотрю, я пошел сюда, я пошел сюда, я пошел к этому человеку, я спросил этого человека, я вижу, что я делаю, почему я позволяю это. Когда я могу находиться в спокойном состоянии, сидя в своем кресле-качалке и глядя на деревья или что-нибудь еще, все равно я это делаю. Но каждый раз, когда я это делаю, я чувствую, что немного учусь чему-то. Так можно смотреть на это. Позволяйте своему телу делать то, что оно должно делать. Не размышляйте об этом много. Не отождествляйтесь с этим. Не привязывайтесь к этому. Все предопределено до того, как вы появились. Все равно должен быть рациональный процесс. Это произойдет само по себе. Яблоки растут, трава растет, солнце светит, есть тепло, чтобы давать жизнь человеку, есть сила, которая обо всем заботится. И это не имеет никакого отношения к вашим мыслям. Ладно, а сейчас позвольте мне возразить. Я знаю, что недавно вы переехали. Вы переехали, сменили жилье. Вы мне не говорили, да, она сказала. Она сказала, что вы переехали в лучшую квартиру, где больше преимуществ. Естественно, для этого произошел какой-то процесс мышления. Вы не просто сразу решили переехать в другую квартиру. Поэтому... Наоборот, это просто случилось. Вы об этом не размышляли? Вы об этом не размышляли? Нет. Это стало возможным, и я просто это сделал. Разве это было бы неразумно просто определить потребности тела, удовлетворить эти потребности и забыть об этом? Если такова ваша карма. Я приведу пример. Однажды я был саягином, которого звали Нимкарали Баба. Нас было несколько человек, и одним из них оказался Рамдас. Вы помните Рамдаса? Он здесь тоже был. Мы сидели перед ним. В этот момент зашла пожилая женщина и заговорила с ним на хинде. Она сказала, что ее муж умирает. Могли бы вы прийти и спасти его? Потому что только вы можете прийти и спасти его. Нимкарали Баба посмотрел на меня и спросил, должен ли я идти? Я сказал, да, идите, давайте все пойдем. Мы прошли около двух миль до маленькой лычуги. Ее муж лежал на койке и умирал от какого-то заболевания. Баба посмотрел на него, и вдруг свечи стали мигать. Он развернулся и выбежал из дома. И стал бежать обратно к Ашраму. Мы все последовали за ним. Когда мы наконец-то остановились, то спросили, Баба, что случилось? Почему ты ушел? Он сказал, Бог хочет, чтобы он умер. И тот человек умер. Суть в следующем. Ваша жизнь, ваше здоровье, ваши болезни, ваше богатство и бедность были предопределены законом кармы. Вы пройдете через все, через что должны пройти. Если вы должны стать фанатиком здоровья и следить за своим здоровьем и есть правильную еду, то будете этим заниматься. А если не должны, то не будете. Если вы должны придерживаться срединного пути, то будете его придерживаться. Все предписано, спланировано заранее. Единственное свободно, которое у нас есть, не отождествляться с этим процессом, хотя тело все равно проходит через него. Не привязывайтесь к тому, через что проходит тело. Удерживайте своем выше этого. Удерживайте свою голову в небесах, а ноги на земле. Так что в материальном у нас нет выбора. Все, что должно произойти, произойдет. Поэтому, если мы обречены делать все это и обнаруживаем, что бегаем от одного доктора к другому и так далее, не привязывайтесь к этому, но все равно делайте. Потому что не можете по-другому. Могли бы вы разъяснить это больше? Вы только что говорили о карме. Вместе с тем, я знаю, что вы считаете, что карма не существует. Вы прокомментируете это, что карма существует и карма не существует? Опять-таки Бунда сказал, карма надсмотрщик для глупцов и слуга для мудрых. Что значит, если умственно мы находимся на уровне кармы, мы будем страдать, и она станет нашим надзирателем. термином. Но если мы поднимем наш ум вне обусловленностей и будем удерживать его в абсолютной реальности, то не будем страдать, неважно, через что будет проходить тело. Кто страдает? Ум, а не тело. Тело не может страдать. Тело это всего лишь масса плоти, костей и крови. Но оно приводится в движение умом, поэтому ум страдает и разрешает телу страдать. Но само по себе тело ничего не может сделать. Если ум изъят из тела, произойдет нечто другое. Вы будете свободными. Как это звучало? Слава Будды? Карма надзиратель для глупцов? И слуга для мудрых. Слуга, потому что вы не обращаете никакого внимания. Точно вы наблюдаете это и не реагируете. Она становится вашей слугой, когда вы не отвечаете карме. И тогда вы превосходите ее. Другими словами, если кто-то разозлился на вас и вы не отвечаете, кармы нет. Вы будете свободными. Карма опять-таки как человек, который говорит, говорит и говорит с вами, а вы молчите. что будет делать этот человек? Он встанет и уйдет. Поэтому, когда ваша карма видит, что вы не обращаете никакого внимания на нее, она рассеивается и возвращается в ничто, откуда пришла. Чтобы заверить вас, что есть сила, которая знает, как заботиться обо всем, если вы доверяете ей. Эта сила, конечно же, вы, но вы этого не знаете. Я долго пытался достать одну фотографию Раманы Махарши. Сначала я должен рассказать вам, что когда мне было 17 лет, таинственным образом меня привело к кору начали, где я встретил Раман. Я не буду прямо сейчас детально углубляться в это. Но обстоятельства, которые стали этому причиной, были загадочными. Возвращаясь в наше время, я пытался достать фотографию Раманы Махарши, которая мне нравилась. И, конечно, на прошлой неделе Джордж приносит мне одну фотографию как подарок, цветную, именно ту, которую я долго искал. Я принес ее домой и повесил на стене. В то время у меня был посетитель с Гавайских островов. Ранее он был моим учеником. Путешествуя, он приехал навестить меня, привез гирлянду и повесил мне на шее. И так я снял гирлянду и повесил ее на фотографию Раманы. И он сказал мне, после долгих лет пребывания на пути, десять или больше, я не знал, что вы поклоняетесь Гуру. Конечно, ему следовало знать больше. Я объяснил ему факты. Рамана не является Гуру, он тоже, что и я, а я просто играю и воздаю дань уважения себе. Есть только одно истинное Я, и мы все есть это. Когда я почитаю его гирляндой, я делаю это для себя, потому что он не что иное, как истинное Я, который молится себе, поклоняется себе, потому что Бог пребывает в вас, как вы. Это просто для того, чтобы показать вам, как заботиться о вас, как любить вас, показать, что это всегда на вашей стороне. Для этого требуется всего лишь одно – преданность. Предайтесь себе. Бог, Гуру и подлинное Я – это одно. Склонитесь перед собой. Любите себя. Когда я говорю о себе, я не имею в виду Я – Эго. В вас кое-что есть, что, возможно, вы еще не осознаете. Абсолютная реальность, о которой мы говорим. Это вы. Вот чему вы поклоняетесь. Вот перед чем вы склоняетесь. Вот что вы выражаете. Никогда не оскорбляйте себя, ненавидя себя. Никогда не считайте, что вы сделали какую-то ошибку, которая сыграет против вас. Все делают ошибки. Забудьте об этом. начните осознавать, кто вы есть. Начните любить себя ласково. Имейте сострадание к себе. Поднимите себя и станьте свободными. Есть вопросы об этом? Роберт, я знаю, что это ошибочно воспринимать эти слова буквально. Когда вы говорили много раз, что имеете в виду одно, одно я, как чистую разумность, а затем вы говорите о его великой любви. Поэтому трудно осознать, что это за пределами слов. И на нашем уровне мы ничего не можем с этим сделать, привязываясь к более осязаемой идентичности. Эти слова чистая разумность, то, о чем мы говорим. Естественно, мы размышляем над разработками ума. Человеческая разумность? Да. Конечно, я говорю таким образом. Если я вообще что-либо говорю, слушайте своим сердцем, а не головой. Уберите свою голову с дороги. Не пытайтесь анализировать, потому что вы можете анализировать только с помощью своих концепций. Скорее наоборот, позвольте этому случаться. Пусть будет, будьте открытыми, и тогда нечто начнет происходить. Еще кое-что, что пришло мне на ум. В этот раз это кое-что совершенно другое. это показывает, что греческие учения были такими же, как и ваши. Я прочитал это над входом в греческие мистерии. Там были написаны слова «Знаю свое истинное Я». Это на самом деле ваше учение. Но это учение не греческое, не иудейское, не христианское, не индуистское. Это универсальное послание истины. оно древнее как горы, ничего нового. Как только оно срабатывает, что-то происходит, чтобы поднять вас выше мирского в свободу. Когда это произойдет, вы узнаете, потому что у вас будет ощущение бессмертия, ощущение безграничности. Сейчас вы чувствуете себя привязанным к телу. Когда вы станете свободным, ваше тело больше не будет вам мешать, хотя все равно будет казаться, что оно у вас есть. Вы будете ощущать вездесущность. Вся вселенная будет вами, и вы будете в блаженстве постоянно. Вместе с тем, для большинства людей вы будете казаться обыкновенным человеком. Ученица спрашивает, обманывает ли она сама себя, когда становится тихой и пишет себе. В какой-то мере да, ведь это не постоянно, и обусловленность иногда возвращается. Это точно так же, как использовать наркотики, чтобы быть под кайфом. На какое-то время вы чувствуете себя хорошо, затем это проходит, вы чувствуете себя хуже. Что приходящее, это иллюзия. Лучше делать так, спросить себя, кому приходит эта депрессия, подождать и посмотреть. Не писать? Если это помогало вам чувствовать себя лучше, чем было, вы можете использовать это какое-то время. Да, зачем прекращать? Но лучше спросить себя, кто в депрессии? Понимаете, ваше истинное я никогда не может быть в депрессии. Ваше эго в депрессии. Оно играет с вами в игры. На самом деле эго нет. Поэтому нечего быть в депрессии. Вы свободны. Оно никогда ничего не отвечает на вопрос, когда я спрашиваю. Оно говорит, я не знаю ничего такого, как депрессия. Это ваш ум играет с вами. Он играет с вами в игры. Но если это заставляет вас чувствовать себя хорошо, продолжайте какое-то время. это принесло мне некоторое озарение. Тогда продолжайте еще. Это не сделает вас свободной, но по крайней мере даст вам глоткие счастья. Если вам надо продолжать, продолжайте. Но будет лучше, если вы спросите себя, кому приходит депрессия. И осознайте, что ей нет места. Никого нет дома, чтобы быть в депрессии. Ваше истинное «Я» не может быть в депрессии. Оно свободно и счастливо. Поначалу мы должны заниматься тем, чем не можем не заниматься. Например, иногда у вас депрессия, и вы не можете от нее избавиться, что бы вы ни делали. Есть хороший способ помочь себе принять холодный душ. Если вы примете холодный душ, это поменяет молекулярную структуру вашего тела. Вы почувствуете себя лучше. Или положите себе лед на шею. депрессию. это тоже игры ума. Это игры ума. Это дает облегчение на мгновение, на какое-то время. Но завтра у вас опять может быть депрессия. И до тех пор, пока вы не избавитесь полностью от концепции депрессии. если при каком-то способе она становится менее интенсивной, легче ли уму стать непривязанным к ней? Да. Если вы отворачиваете ваш ум, то все время ничего с этим не делаете? Да, полностью отворачиваете свой ум. Иногда какое-то время я занималась садом. Что угодно, что можете делать, когда чувствуете себя лучше. Работайте над собой и практикуйте самоисследование. Это самый быстрый путь. То есть ум сам создает себе депрессию? Да. И пытается от нее избавиться? Да. Если мы просто осознаем это, то просто прекратим создавать депрессию? Да. Если мы хотим быть счастливыми, просто надо быть счастливыми вместо порождения депрессии? Конечно. не надо разбираться, почему она есть? Нет. Я размышляю, почему, что является ее причиной. Вы будете заниматься этим вечность. Это точно так же, как у человека с опухолью. Вместо того, чтобы обнаружить причину, он заставляет доктора вырезать ее. Опухоль опять вырастает с одной стороны, они ее отрезают. Затем она вырастает на ноге. И это никогда не заканчивается. Если вы дошли до причины, почему у него была опухоль, возможно, он бы нашел лекарство. Но это то же самое. Не смотрите на следствие, идите к своему истинному Я, потому что истинный я всегда свободна. Вы не задаете вопрос, почему заболели? Нет, я только спрашиваю, кому это пришло, и вы осознаете, что оно никому не пришло, ни у кого нет депрессии. И это часть сна. Вы знаете, как я нашел ту фотографию? Это было примерно две недели назад. Утром я пошел посидеть, помедитировать. Я вспомнил одну из книг Раманы. Я думаю, она была отпечатана в Индии. В ней я видел красивую фотографию Раманы. Я смотрел на нее, приподнял, и было странное ощущение. Такое красивое чувство исходило от фотографии Раманы. И я сказал, я должен продлить это, взять фотографию и сделать ее копией с помощью компьютера. У меня не было времени это сделать. В полночи я сходил в одно место, чтобы сделать это. Я был занят следующую неделю, потом еще одну неделю. Наконец-то у меня был перерыв и время для этого. Именно тогда я принес ее вам. Я не знаю, почему я сделал это или как я это сделал. Это было первое чувство. Я около трех месяцев назад я видел ту же фотографию где-то, не помню где. Кто-то показал ее мне. И я сказал себе, я не видел эту фотографию раньше, я бы хотел достать такую же. И вы подарили ее. Забавно, как это работает. Это не та фотография, которая в книгах. нет, на этой фотографии ему около 48 лет. Аудиозапись резко обрывается. «Открым» 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 «Открым»» «Открым» 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 Субтитры создавал DimaTorzok